всем привет продолжаю серию своих влогов сейчас я еду на примерку примерка одежды для одного проекта завтра будем снимать это пилотный вариант пока не могу сказать какой почему потому что меня еще не утвердили окончательно то есть как меня утвердили как ведущая для одного канала не тв канала а канала youtube вот снимает ролики для другого канала и там нужно ведущие но будем снимать только пилот то есть пилотный вариант и они уже там посмотрят подхожу я или нет если подхожу это заключается со мной договор и тогда я буду на постоянной основе можно сказать постоянным заработком сниматься для этого канала это очень интересно и для меня это очень можно сказать ценно в плане финансов и развития поэтому я очень рада и мне очень хочется чтобы я подошла снимать будем по сценарию то есть сценарий они пишут я как ведущая да говорю то что хочет этот канал это связано с шоппингом могу так пока сказать ничего больше не могу сказать потому что во первых я не знаю можно или нет я как бы не уточняла сейчас он все рассказывает еще не уточняла поэтому чтобы меньше болтать а вот и пристегнулась на пристегнуться и ну и вот вот так вот как оно будет ну как говорится раньше времени тоже не хочется ничего говорить потому что а вдруг и получится что я взялся зря все рассказала и у меня ничего не буду говорить приставку не хочу чтобы все было хорошо вот после у меня приезжает брат старший то есть как бы он с киеве работает у него прихватила спину и он говорит я не могу вообще даже идти работа за городом а я еду сейчас на примерку не могу поехать его забрать но он вызвал такси и сейчас приедет а у меня есть доктор когда-то когда я была беременна и такое будет в логбалтология когда-то когда была беременна это у меня очень сильно болела спина и я помню прихватила спину моего бывшего мужа и он тоже не мог не пошевелиться ничего я позвонила этому доктору доктор ким вот вадим ким и он приехал на дом и спас спину мужа у блокада и сейчас я брату говорю слушай говорю есть такой доктор а он боится уколов у меня брат просто а тимуля в спину да никогда в жизни я говорю слушай ну как бы нет другого выбора что еще делать и он согласился и вот сегодня к нему поедет опять же надо было чтоб я отвезла но если я успею я отвезу если нет это недалеко от дома может быть на такси вот в общем пока такие дела у ники сломана рука все спрашивают как ручка ручка как ручка уже все в порядке она уже привыкла как бы все нормально ничего не болит единственное что она очень хочет чтобы сняли чуть-чуть раньше потому что у нее подружки день рождения отвечать будут в аквапарке а гипс мочить нельзя и она ну пожалуйста давайте снимем на три дня раньше а я боюсь снимать и мама мне год не надо вот в общем надо проконсультироваться у врача что врач скажет перелом вроде бы небольшой ну то есть именно несерьезно но все равно как бы ради дня рождения рисковать мне тоже не хочется но зато к никиному дню рождению у нее 17 февраля гипс точно 100 процентов снимем потому что по графику надо снимать 15 вот один рождение 13 то есть два дня разница именно у подружки что вас заболтала да девчонки я хотела вам сказать по поводу запросов запросов очень много я их разделяю на два канала то есть что-то я рассказываю здесь во влогах где-то что-то я переношу на свой второй канал многие говорят зачем ты разделила на два канала поверьте ну я не знаю как вам мне гораздо удобнее так влоги это влоги а те видео статичные можно так сказать я сижу рассказываю ли это про одежду рассказывать этот на другом канале мне так проще для некоторых тоже так проще кто-то говорит нет нет лучше один но в любом случае их уже два и уже ничего с этим не поделать поэтому вы когда пишете например запросы и ищете то есть ждете что на влоговом канале будет это видео то нет например какие-то видео что касается там вообще всего на свете как уход мода одежда мнение это все на канале жить мама которая девушка поэтому переходите на канал жизнь мама которая девушка есть вот под этим видео внизу есть ссылочка можете найти там можете в гугле пить жизнь мама который девушкой сразу выбить на мой канал если то очень легко найти очень легко найти просто и бить заппорошка она жить мамой которой девушка это что угодно можно найти в интернете вот поэтому если вы свой запрос не нашли здесь во влогах не увидели, то переходите туда, сейчас я сняла видео, уже выложила про мезороллер, дермороллер, ну, по-разному называют, перфоксин, я сняла на следующий день, я вот, знаете, что, я пожалела, что я на следующий день не сняла и не показала, знаете, как ПС, какой эффект, вот я очень сильно жалею, те, кто, ну, как бы подписан, смотрят меня в инстаграм, все в курсе, но кто не подписан, тот не может, например, понять, они увидели лицо красное, а что потом, да, поэтому, да, вот я, конечно, очень жалею, потому что смотря, например, такие видео, мне бы хотелось узнать, а что после, вот, но сразу говорю, надо было на том канале сказать, конечно, ну, ладно, скажу здесь, потому что многие смотрят меня и там, и здесь, эффект очень хороший, единственное, что я понимаю, что надо делать, как они рекомендуют, несколько раз, то есть, где-то три раза с перерывом 10 дней, там, неделя 10 дней, но по деньгам это выходит, так он стоит 995 гривен, то есть, около 3000 гривен, вот, но я решила сделать чуть по-другому, так как пользуюсь им только я, то я решила просто купить шприц с гельюронкой и дальше, как бы, пользоваться теми за роллером, хотя считается, что он одноразовый, я его просто, можно сказать, обработаю, надо даже не спиртом обрабатывать, я в том видео говорила, а обрабатывать, забыла, жидкость, она не на основе спирта, но она тоже обеззараживает, вот, подскажите мне внизу, пожалуйста, вообще вылетела из головы, ладно, вот, и поэтому я хочу, вот, можно сказать, так схитрить, чтобы чуть-чуть сэкономить, мне хочется повторить процедуру, потому что лицо реально стало гораздо лучше, и мне на следующий день, представьте, прошла вот эта вся краснота, и на следующий день мне сделали комплимент, и она на человека 3 говорит, Аня, ты так изменилась, я говорю, в смысле, хотя меня видели чуть ли не каждый день, я говорю, в смысле, говорит, ну, не знаю, такое лицо какое-то сияющее, типа, что у тебя, то есть люди это восприняли не как, что с лицом что-то сделали, а что во мне внутри что-то произошло, что я такая вот вся довольна и сияющая, на самом деле это просто гельюронка, ну, лицо напиталось влагой, вот, и цвет лица поменялось, появился такой румянец, в общем, я осталась довольна, единственное, что я прошлась по бедрам и по животу еще, но я это не снимала, я показала только декольте, шею и лицо, я забыла о руках, я не могу сказать, что у меня руки там как-то ужасно выглядят, но я смотрела, например, на девочек, у кого возраст приблизительно мой, лицо у них выглядит хуже, а руки лучше, а у меня лицо лучше, а руки, как бы, мне не очень нравятся, поэтому я жалею, что я не прошлась вот по рукам гельюронкой, то есть мне реально здесь не хватает влаги, и по рукам всегда можно определить возраст женщины, не только по шее, не только по декольте, вот, в общем, вот так вот вам рассказала-показала, сейчас я вам снимать не буду, что я примеряю, в каком магазине, иначе, ну, можно сказать, все откроется, но в дальнейшем или в этом влоге, я не знаю, как мне быстро дадут результат, потому что мы снимем пилотный вариант, они его отмонтируют, смонтируют, и, наверное, потом скажут мне результат, может, они его выпустят, и я вам дам ссылку, посмотрите, вот, в общем, я не знаю, как будет, поэтому пока снимать не буду, куда я еду и что я делаю, но в любом случае влог продолжается, что-то интересное будет, так что оставайтесь со мной. Нахожусь я сейчас в магазине Armani, примерочка, вот, сейчас вариант платья, потом будет casual, я выбрала брюки. Девчонки, не подумайте, это не реклама, у меня тут 4 пакета с магазина средний Вик, почему, потому что я зашла в магазин купить дальше подарок, у меня был день рождения, но она болела, и мы не увиделись, и никак не можем встретиться, но подарок надо было купить, в любом случае, и здесь две коробочки, вот, я не буду показывать, что там, я просто скажу, там цепочка и кулочек, вот, и это ей на день рождения, ну и когда я выбирала ей, я себе кое-что подобрала, так, тут уже нету, вот, я себе выбрала две цепочечки серебряные, вот, я люблю серебро и люблю белое золото, и я миксую серебро с белым золотом, очень часто, и мне очень хотелось такой тоненький, у меня есть золотая, очень тоненькая-тоненькая, еле-еле ее заметно вообще на этом, на шее, я вот захотела себе точно такую же, только серебряную, потому что у меня, как видите, ну, очень много аксессуаров именно в белом золоте и серебре, я купила две себе цепочки, одну такую вот, как и хотела, тонюсенькую такую, прям маленькую, она так нежно смотрится на шее, еле-еле заметно так переливается, и к этой цепочке я подобрала себе крестик, тоже такой, ну, маленький-маленький, я думаю, что потом, я когда поношу, девушка, не кричи, пожалуйста, я когда поношу, не кулечки отдам, ну, мы как бы меняемся с ней, мне это нравится, и одежда, и вот, можно сказать, она уже шубы с меня сняла, скоро бриллианты снимет, у меня есть гвоздики бриллиантовые такие, ну, как бы, я думаю, что потом уже, ближе к 18 я ей отдам, и вот такую вот купила цепочку, она подлиннее, и она как капельки, даже не капельки, а такие шарики, вот, не знаю, захотела. Обещала показать кардиган, но начала надевать цепочки на себя, и поняла, что крестик хорошо смотрится как раз под длинную, под длинную цепочку, не под маленькую, под маленькую все-таки еще надо будет подбирать кулончик, и кулончик должен быть совсем очень-очень маленьким, и мне хочется такой, знаете, как кулончик, просто как камушек, такой маленький-маленький камушек, вот. Вот, ну, вот так вот смотрится. Мне очень не нравится в данный момент мое тело по цвету, почему? Потому что я хожу на лазер уже 3 месяца, то есть каждый месяц, и из этого не могу, например, редко-редко, ну, там, раз, два раза в месяц я ходила в солярий, для того, чтобы просто, ну, как бы, это очень вредно, я знаю, но так как я зимой езжу отдыхать, ну, там, или в Египет, или куда-либо, да, то есть я возвращаюсь уже загоревшей, и когда загар сходит, я его всегда поддерживала, и в течение года всегда была такая слегка шоколадная, мне нравился этот цвет, так как я начала повторять, я уже проходила курс когда-то, и начала сейчас повторять полностью, не, не полностью, полный курс это 10 раз, а сейчас я делаю 4, вот, 4 раза лазера, и из этого я не могу загорать вообще, и мне так не нравится, ну, знаете, как такой цвет лица, цвет шеи, и вообще тело какой-то бледный, вены видно, а вообще не нравится, ну, ладно, то я к тому, что цепочка даже не смотрится на шею из-за этого, ладно, все, примеряю кардиган, ну, вот такой, он в виде халата, и он хорошо будет смотреться именно под майки, например, да, не под свитер, под свитер нехорошо, вот, я люблю вот так вот закатывать, вот, да, согласна, под майку или футболку, под майку или футболку, может быть, под какие-то блузки, ну, не знаю, это надо смотреть, но не под свитер, ясно, вот, он мягкий, теплый, такой прикольный, единственное что, да, я не знаю, насколько он быстро закошлатится, но цена его была 1000 гривен, за 1000 я пиво не купила, он этих денег не стоит, как я считаю, я купила его со скидкой за 400, за 400 вообще отличная цена, и даже вот просто сейчас уже будет весна, скоро его надеть, вот так накинуть на себя джинсики, футболочка сверху его, и отлично, вот, ну, карманы, конечно, я бы убрала, просто, ну, чтобы без карманов быть, ну, в любом случае, у меня есть чек, если что, я вернусь, я еще не придумала, что я с ним буду делать, просто надо надеть его под майку, тогда я пойму, под майку или футболку, потому что под свитер, ну, он не смотрится, он реально как бабушкин вариант, если так, но я не жалею, пусть будет, он мягкий, и Ника, если что, с меня снимет с него, как обычно, одобрена, все. Не удивляйтесь, почему я в темноте, в машине включилась, я хочу вам просто рассказать, и даже, может быть, кусочек показать, сейчас я сделала пост в инстаграм, и пошли комментарии, ну, и девчонки время отрывни спрашивают, что на мне, на мне спросили, что за свитер, и спросили, что за штаны, чтобы вы понимали, как я к вам отношусь, и как я стараюсь побыстрее вам ответить, я сейчас сижу с опущенными штанами, потому что я не помнила, что это за штаны на мне, поэтому мне пришлось их чуть-чуть снять, для того, чтобы посмотреть на бирочки название штанов, то есть, по сути, сейчас чуть-чуть прикроюсь, включу свет, вот, просто, чтобы вы понимали, насколько я вас люблю, я остановилась, поставила машину на нейтралку, не доезжая до дома, потому что понимала, что дома я забуду, потом сниму штаны, потом не пойду в гардероб, их искать, будут дела, то есть, я стараюсь отвечать максимально быстро, и вот, вот, в таком виде я сижу сейчас с опущенными штанами, и отвечаю на комментарии в инстаграме, боже, блогеры страшные люди. Девчонки, я вышла после душа, и кто-то у меня в комментариях, или в личке, уже не помню, просил показать мой уход, вечерний. Кстати, почему вечерний, не дневной, или дневной и вечерний, почему только вечерний, но, не важно. Попросили показать, показываю. Я сейчас уже нанесла на себя, и вдруг вспомнила, что, вспомнила этот запрос. Я после того, как умылась, или приняла душ, я использую новое средство, вот оно у меня уже чуть больше недели, это Виши Минерал 89, очень классное средство. я прям чувствую, что кожа насыщается влагой. Вот, после Виши, после этого средства, этого, как, ну, кто-то говорит гель, да, но это бустер, бустер гель, ну, то есть, такое вот название. И после него, когда уже впитывается этот бустер, а он впитывается мгновенно, я использую свое любимое средство, оно у меня уже, по-моему, третий раз, я покупаю этот крем, именно в такой дозировке, сто, ну, соточку. Это Жан Дестре, супер увлажнение, то есть, это двойное увлажнение, зимой я использую на ночь, летом я использую днем, то есть, он у меня круглогодичный, этот крем, вот, он мне очень нравится. И сейчас, так как я уже искупалась, сейчас я сниму с себя полотенце и буду использовать, у меня тоже комплекс от Виши, у меня эксперимент, он у меня уже, этот комплекс заканчивается, и я могу сказать, что он действительно работает, волосы стали не то, что меньше выпадать, они перестали выпадать, на расческе почти не остаются, а до этого они у меня просто сыпались, вот, и это вот в комплексе три продукта, вот это вот третий продукт, спрей, после того, как вы уже искупались, вы снимаете полотенце, и этот спрей наносите на корни волос, и пальчиками начинаете втирать, то есть, делаете массаж головы, вот так вот он выглядит, вот, я после того, как он закончится, я не знаю, чем я буду пользоваться, ну, почему не знаю, знаю, мне прислал тоже комплекс, Head & Shoulders, там бальзам и шампунь, и еще такой девайс, чтобы измерять влагу в корнях головы, в общем, кругом-кругом одни девайсы, поэтому, да, потом я буду пользоваться Head & Shoulders, тоже проверю, что да как, ну, Виши рекомендую, я уже на себе проверила, и в принципе могу сказать, что да, он работает, вот, показала, рассказала, а, нет, это еще не все, заболталась, и всегда после того, как я умылась, или после душа, я брови, я всегда слежу за своими бровями, я беру щеточку, щеточка вот такая вот, и у меня есть, можете, любое масло, это масло органовое от Elan, этой краской раз в месяц мне Янина красит брови, если не Янина, то какой-то другой мастер, может быть другой краской, но вот это органовое масло, я сейчас использую на постоянной основе, если нет такого масла, можете использовать, в принципе, любое другое, такое, как репейное, касторовое, ну, любое, я выдавливаю, на пальчик, вот так вот, и прохожусь по бровям, не жалею, скажу честно, вот, потому что я все равно буду отдыхать, оно впитается, потом кисточкой в обратную сторону, вот так вот, я прям массирую, 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 то есть, чтобы был прилив крови, соответственно, волосики будут расти, ну, и вот так вот причесываю, 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 пальчиком провожу, и оставляю их в покое, также, то же самое, можно сделать и с ресницами, но, можно с щеточкой, можно без, как хотите, как удобно, в данный момент, я сейчас на ресницы наносить не буду, потому что я еще буду монтировать видео, влог предыдущий, который вы уже видели, вот, поэтому, мне надо, чтобы глаза были четкие, а когда на ресницы наносите, то все расплывается, вот, вот так вот я ухаживаю за бровями, потому что многие спрашивают, Аня, ну, как ты отрастила свои брови, если кто меня смотрит давно, то они помнят, что у меня брови были как ниточки, вообще, такие, ну, я сейчас вспоминаю, вообще некрасивые, поэтому, вот так вот, у меня тут есть еще остатки перманентно, он перманент уже стал серого цвета, и я хочу уже от него избавиться, но ничего не делаю, он сам уйдет, я уже рассказывала, я как бы щепанула, ну, так много, с этой бровью у меня беда, потому я отпускаю, потому я так активненько эту бровь смазываю маслом, чтобы быстрее отросли у меня брови, ну, вот так вот, все, я пошла монтировать видео, завтра у меня съемка, какая, я вам расскажу попозже, и для какого бренда, поэтому оставайтесь со мной. Девочки, я сегодня Никольку не отпустила в школу, сегодня пятница, я взяла ее с собой на съемку в виде ассистента, вот, пусть она посмотрит на съемочный процесс, ну, и заодно, там, мне, может быть, что-то поможет, подскажет, не знаю, мне кажется, что она у меня умничка, и ничего страшного, если один день она прогуляет, если поможет маме. Я начала шутить вчера, мы хохотали, потому что я текст учила, я говорю Никольку, если я стану ведущей когда-то, то тебе придется бросить школу. Мы как начали хохотать, не подумайте, это была шутка, потому что многие из вас шуток не понимают, и воспримут это, как бы, серьезно. Кстати, мы находимся в магазине, в торговом центре, да, в торговом центре Лавина Мол, и сейчас, пока съемочная площадка подготавливается, мы с Никой прибежали позавтракать, потому что мы рано встали, я выпила стра кофе, у меня было низкое давление, вот, а ну, беру руки от моего кроссона, у тебя свой есть? У меня миндаляне. А у меня нет шоколада. Ну ладно. Вот, и, ладно, кушай. И, пока там все подготавливается, мы тут быстренько перекусим. Я надеюсь, съемка не затянется надолго. Я надеюсь. Чего ты надеешься? Мне хочется подольше поснимать. Да? Видите как? Я хотела, я вам уже показывала, но вот сейчас показываю уже, можно сказать, поближе на теле, с нормальным светом, вот, вот эту цепочечку и этот крестик. Не знаю, мне очень нравится, так мило смотрится. И вот так вот я подготовилась к съемке. Визажиста нет, и, ну, то есть, весь образ на мне. Я думаю, я справилась. Сейчас локоны опадут и будет лучше под рукой. Ну все, мы включимся дальше. Мы с мамой затащили картошку в багажник. Ага, особенно Ника с половиной рукой. Девочки, вы понимаете, отсутствие мужчины все-таки дает не только плюсы, но и минусы. картошку не просто ты носишь килограммами, а мешками домой, потому что нас любят картошку. И что тебе стоит сидеть? Маленькой, хрупкой девочке тягать мешки картошки. Поехали домой. Девочки, знаете, что это только что было? Это было видео о сумках. Я снимала на канал Жизмам, которая девушка свои сумки, потому что были запросы. И сейчас хочу вам показать уже во влоге. Я была в магазине Кальцедония, там купила очень прикольные носки. К весне вообще супер. Вот. И сегодня магазин Арена. Там скидка 70% и еще вообще супер. Вы покупаете одну пару, а вторая пара вам идет в подарок. Сейчас вам покажу, какие у меня обновки. Итак, показываю вам, что же я купила. Носков дофига купила. Но мне очень нравится, когда из-под джинсиков, а сейчас у нас укороченные джинсы, также под юбки и... Ну, это уже давно, и все вы это знаете. Я как бы не удивлю никого новинкой, но все же расскажу. Под босоножки, под туфельки мы носим носочки. Это уже тренд, по-моему, уже три года ему, и сейчас он уже даже отходит, но я решила не упускать возможности еще все-таки относить. Носочки купила вот и себе, можно сказать, иники. Здесь с какими-то цветочками, тут вообще ажурные. Вот. Вот эти очень красивые. Они бежевые и с сердечками. Такие прям вообще красенькие, красенькие. Мне очень нравится. вот. Что еще? Кстати, они стоили по 300 гривен, а я купила со скидкой, а нет, подождите, чуть-чуть другое. Это гольфы. Такие завышенные. 129 гривен стоят носки. Эти другие я купила вообще по 55 черные, которые стоили они 109, то есть скидка 50%, так что можете забежать в магазин и приобрести, потому что считаю, это очень хорошая цена. Вот тут вот просто вкрапинку тоже прикольно, фу, мне жарко. Отсняла просто два видео сегодня вам. Вот такие вот бежевые. Набрала носков. Главное, я просто делаю педикюр очень часто, сбираю всю длину. Мне их запиливают. Я не могу понять, почему у меня все равно рвутся колготки. Сейчас, если будет с носками та же ситуация, но обидно. Один раз я делаю, уже порвала. штопать, ну как-то не камильфо. Вот. И купила за 145 гривен, а стоили 300 гольфы. Очень тоже прикольные. Они, сейчас я вам покажу, вообще они как бы черные, но выше колена они идут резинкой и вот такие вот, такая кратинка. то есть классно. Под некоторые платьицы вы у меня часто спрашивали, а не это колготки или чулки. То есть это такие как, можно сказать, чулки. Также я была сегодня в магазине резерв, там идут скидки. Я Доминике купила две юбки и джинсы. И себе купила джинсы, в которых я сейчас вот, я вам показываю. Вот джинсы обычные, черные, ничего в них особенного. Чуть-чуть завышенная талия, но не сильно. и здесь вышивка. Стоили они 600 гривен. Вот. Мне они нравятся, потому что у меня были черные, похожие, с таким вот, знаете, как легким материалом, с катоном, таким легким-легким. Их можно носить как летом, так и зимой. Поэтому, не знаю, я осталась очень довольна этой пикуткой. И они шли со скидкой. Не стоили тысячу щен, то я их купила за 600 гривен. Так, поехали дальше. Я хочу вам показать что я купила Доминички. Я знаю, что вы любите обзоры покупок, но я сделаю еще отдельное видео, потому что я в последнее время на скидках реально купила очень много вещей и недорого. Поэтому хочу с вами поделиться. Но надо снимать быстрее это видео, потому что скидки уже заканчиваются и в магазинах эти вещи заканчиваются. Вот такую вот юбку купила и сейчас не могу еще определиться для себя или для Доминики. потому что у меня есть такая черная, я ее очень ношу и прям она под многое подходит. Я думаю, может себе такую же серую оставить. Если не решу, то пойдет Ники для школы. Это Эска и стоила она 150 гривен со скидкой. Это точно для Доминики фасон ее. Три четвертый размер. Стоила она 400 гривен. Я купила за 150. вот такая вот розовая. Это для школы. Я знаю, что в школу надо черные юбки, но мне так хочется разбавить ее образ с чем-то девчачьим. Тем более у нее появились такие лаковые черные ботиночки для школы, для весны. И вот мне кажется, эта юбка для весны вообще будет классно. Как вы считаете? Прям весна-весна, видите? Прям весна-весна-весна кругом. У меня право настроение такое весеннее. И цветы весенние, юбка весенняя. В общем, уже скоро весна. И я сегодня узнала, что Пасха 8 апреля говорит о том, что после Пасхи уже прям жарко будет. Поэтому весна у нас ранняя, и я безумно этому рада. И показываю вам джинсы, которые тоже купила Никули. Они стоили 800 гривен. Я купила их за 600. Вот. Ну, скидка не сильно большая, но в любом случае. Это фасон она очень хотела, чтобы были с дырками. Я Нике говорю, что дырки уже отходят, что не надо с дырками. Нет, хочу. Ну, думаю, ладно, хочет, пусть будет. Тем более, это высокая посадка. Ну, прикольные. Вот, видите, какие. Попку будет облегать. Также она хотела, чтобы внизу было вот обрезано. Поэтому все, как она хотела. Сегодня она приедет от папы. Они уезжают к папе в гости раз в неделю. И вот, я думаю, что ей понравится, что дома я буду ждать такие вот сюрпризы в виде одежды. И сейчас покажу наконец-то свою обувь. В магазине Арена у нас Долбуновская. Но я думаю, что не только в этой Арене, наверное, везде эта акция проходит, но именно у нас Долбуновской скидка 70% на кроссовки, но это еще не все. Вы выбираете себе кроссовки, а вторые вам идут в подарок. То есть вы в принципе можете купить ребенку, мужу, я не знаю, кому угодно и себе. То есть вторые пойдут в подарок. Поэтому у меня тут... Я хотела ники взять, но ники рядом не было. Кроссовки эти, ну их реально надо мерить, они идут, знаете, как чуть ли не впритык. Тем более мне в магазине сказали, что надо брать на полсантиметра, чтобы было больше. Объяснили, почему, сейчас это объяснять не буду, но в общем, когда кроссовки выбираете, берите так, чтобы на полсантиметра было больше. А у ники стелька это все так индивидуально, поэтому у меня будет теперь двое кроссовок. Одни вот такие вот зелененькие, они очень прикольные. Я, конечно, хотела другой цвет, но потом поняла, что очень даже неплохой цвет. Такой сочный, травяной. Их можно надевать не только под спортивные, не только под джинсы, но и под платьицы. Вы, если смотрите меня, то вы могли видеть, у меня, кстати, на канале есть аутфиты, пролистните в первые видео, и не только в первые. У меня есть плейлист аутфиты, там можете глянуть. У меня есть такие платья, как майки, кроссовки под них очень подходят. У меня были нью-балансы, очень классные, но Ника у меня их стащила. Поэтому, в общем, Ника меня развивает, я обуваюсь. Ника меня развивает, я обуваюсь. Вот. Вот такие вот. Они стоили, они стоили 2190 гривен, потом скидка на них 1095, вот. Но вот эти вот шли дороже, у них цена 3240, плюс скидка 1620, то есть вы получается платите за одну пару, которая дороже, 1620, а вторую, которая дешевле, вы получаете в подарок. Поэтому очень классная акция. Чаще такое было в магазинах. И вот они, они реально очень крутые. Вот эти вот, это джаз, они безумно мягкие, то есть модель джаз. Такие, что я вот обулась, я поняла, что я в тапочках, я реально в тапочках. Эти чуть-чуть другие, они, у них есть давление, то есть я обулась, прям чувствую давление в ноге, то есть они полностью ногу прям держат. Но они спортивные, прям спортивные, спортивные, не знаю, смогу ли я их надеть под платье, может быть, под какое-то прям спортивное платье, но, короче, они очень прикольные, такие прям добротные. Здесь я не знаю, что это за модель. Все эти кроссовки Shadow 5000, не знаю. В любом случае это все название кроссовок Salcone. Я была одно время помешана на New Balance, мне прям очень нравились. Но последний раз, когда я заезжала в New Balance, что-то я как-то так начала примерять. Мне нужны были кроссовки именно под платье. И что-то я ничего такого не нашла, и даже чуть-чуть разочаровалась. Ну, именно от моделей. И одну пару померила, а они какие-то прям широкие на моей ноге. А у меня нога узкая. Я такая вышла с магазина слегка расстроена. А сейчас, вот видите, я опять в таких чувствах. О, надо быстрее, быстрее, чтобы снег растаял, и я могла уже обувать. Вот, я вам рассказала, показала. Я думаю, что этот лог я побыстрее смонтирую, для того, чтобы вы могли еще съездить в магазин, если вам надо приобрести для своей семьи и для себя кроссовки или какую-то спортивную одежду. Ну, а теперь показываю штаны на Доминике. Сейчас поближе. Вот так вот. Идем, а идем, а тут как тут. Девушка, дай. Малыш, ну пожалуйста. Мы вон Нику снимаем. Угу. И пузырь, не сколько? Ну, 3-4 размер. Все как надо. Юбка подходит под цветы Ника. Это такая совесенняя. Только она мятая, но в принципе очень прикольно смотрится. И у Ники новая обувь папа купил. Хорошая. Мама одобрила. Понравилась. Дема. Он должен быть главным в калере. Дему посыпала. Вернулся от папы и опять весь в этих. В сыпе. Надо к аллергологу вести. Демушка, тебя поснимать, да? Да. А я сейчас с Никой снимаю. Течки, напишите в комментариях. Может у кого-то есть хороший аллерголог. И пачки ве. Вот. Это, кстати, носки кальцедония. Вот такие прикольненькие, синий, лаковые. Прикольные. Вот только надо аккуратно носить, что низкий не позабилал от лака. И юбка, юбка, да, сбоку чуть-чуть глазик. Не смейте, потому что размер, это 36, не, 3,4, но видишь по талии слегка. Там можно слегка подшить. Блузка мятая, юбка мятая. Ну, я же на быструю руку, чтобы просто примерить. Да, там надо слегка подшить. Ухваты. Сейчас. Да, утро только. Ну, все прикольно. Нравится? Угу. Красиво, спасибо.